ребят всем привет был задан вопрос по поводу окна как это сделать как сделать стекло в блендере и я решил сделать хорошее полное видео по этому поводу у меня уже есть готовая модель которую я создал сейчас только скажу вкратце что я сделал просто создал два прямоугольника выдавил их один создал внутри поменьше и с помощью полтул создал вырез внутри и там произошел один небольшой косяк после выреза здесь грани ушли их по-хорошему надо было бы дорисовать чтобы вот этого красного не было потому что там просто отсутствует грань но суть конечно уже не прям в идеальном моделировании окна а в том чтобы в юнити запихать стекло я сделал два метода запекания сначала необходимо конечно наложить UV развертку и проверить что вся UV развертка лежит нормально то есть что выделить все что у нас все развернуто и все есть вторым шагом мы заходим шейдинг я создал дополнительную коллекцию просто скопировав тот же самый объект и после этого просто добавил текстуру и сделал следующее то есть кто не смотрел видео по запеканию рекомендую посмотреть сейчас все равно расскажу как это сделать вы ставите выбираете тот объект с которого хотим запечь тот на который хотим запечь они одинаковые тут без разницы можно было по идее просто без этого сделать но я уже решил сделать так создается картинка с которых состоится просто пустое через shift а текстура изображение текстура создается новая и обязательно при создании новой текстуры здесь надо чтобы альфа стояла галочкой это изображение с альфа каналом то есть с прозрачностью не сказал бы чтобы она прям сразу в блендере заработала может конечно это как-то влияет не пробовал запекать текстуру без альфы чтобы понимать будет ли работать или нет посмотрим может быть как нибудь сделано этот момент обзор все тут я даже удалю не буду сохранять выбираем тот объект который мы хотим использовать текстуру куда будет запекаться название и даем там разрешение и прочее заходим теперь в настройки ставим здесь в рендер движок cycles не рекомендую по первой использовать прям большое количество сэмплов по той причине что нам необходимо просто проверить как это будет работать и выставляем тип запекания diffuse только цвет выделение к активному ставим вдавливание небольшое просто чтобы было уже по привычке запекания очистить изображение пусть будет отступ в принципе нормальный и жмем запечь по текстурам сейчас пройдусь как создал текстуры вообще я сделал немного неправильно так наверное делать не надо но просто расскажу что сделал как это бы надо как это по-хорошему надо сделать создается полностью модель ну даже если взять полностью отдельный объект создали объект можно вот здесь в группах вершин создать вершины допустим не нужно вот это сейчас мы сделаем сальтом вот так по кругу выделились и с шифтом до выделяем то есть тот объект который у нас непосредственно окно рама без стекла создаю группу вершин назначая группу вершин снять выделение выделить видим что выделилась у нас только та вершина и ее можно назвать допустим рама есть рама дальше создаем группу стекло есть стекло мы выделяем эту из шифтом выделяем это назначить на всякий случай также ориентацию грани не забываем проверять потому что это важно выделить снять выделение теперь мы создаем два объекта я просто взял готовую текстуру какого-то дерева которое у меня было вот она и просто ее использовал без всяких либо излишков здесь материал я заводил уже сделал два эксперимента первый эксперимент я сделал с материалом полностью вот создал братом металла поставил блик шероховатость света пропускаемость убрал альфу наболтал то есть сделал так и показатель преломления 09 поставил и второй вариант я просто зашел в шейдер здесь есть шейдер стекла так и просто на подключил вместо этого основного шейдера подключил стекло и оба этих варианта запекания они оба работают мне сейчас два материала на одном объекте потому что у меня было два разных объекта 1 рама 1 стекло отдельно я их выделил оба и нажал контур чей то есть объединил два объекта в один и при этом те материалы которые были отдельно наложены отдельно у нас было дерево и отдельно стекло они объединились или как надо но если создавать бы все сразу просто с углублениями этого бы не произошло и выглядело бы это примерно вот так выделяем материал назначить выглядело бы это примерно так и если мы добавили материал стекла то ничего не произошло и чтоб теперь это сделать есть группы которые мы создавали я их не сохранил их уже убрал но просто сделаю по-другому выдели ту группу которая мне нужна здесь и здесь через группу вершин просто было бы удобнее выбрать готовую группу вершин выделить ее перейти в материал и назначить я просто уже выбрал ручную и стекло назначить то есть я назначил материал стекла можно выделить например еще эту грань и сказать ей что это будет материал стекла назначить что это будет стекло то есть вот так примерно назначается материал на объект но это прям такой объект конечно так в итоге все равно по-хорошему никто не делает это для начального уровня кого-то в принципе сойдет чтобы сильно не заморачиваться по-хорошему надо все через собственной пейнтер делать так будет намного лучше то есть теперь мы запекаем сейчас я это процедуру делать не буду я рассказал куда уже тыкать потому что на моем компьютере на самом деле это заняло довольно большое количество времени при условии что у меня стоит всего лишь 128 сэмплов и по-моему разрешение 2к оставил да я этот проект создавал в блендере 2.83 и там просто стандартно сэмпл идет а когда создавал в 3.4.1 там уже он не автоматом под разрешение создал 2к сэмплов поставил я на это не обратил сначала внимание потом поставил запекать слишком долго времени потратилось я и проект еще не сохранил поэтому не забываем сохранять проекта перед тем как начать запекать потому что может пойти что-то не так теперь возвращаемся к unity как нам сделать стекло я сейчас удалю что я уже проверил все что как работает эти текстуры я просто оставлю потом расскажу зачем они удаляю все что было связано со стеклом который я уже сделал вот стоит просто фигурка одна из моих моделей которые я делал ссылка будет сверху в подсказках сейчас мы просто сделаем закинем наш наше окно я сейчас сразу выложу два объекта чтобы показать что это ни о чем не влияет сейчас мы тут покажем тут стекло шейдер стекла у нас был а здесь 2 я это тот что который я сам это у нас вообще неправильно вот вот это то что я запекал текстуру запек окно что будет давайте выложим первый вариант давайте создадим папку назовем окно версии 1 и выберем два наших объекта и забросим их сюда теперь мы выберем сейчас создадим окно номер то как вы видите у меня уже появилась удалим потому что я уже забрасывал этот объект он повторился забрасываем 2 окно версия 2 окно все закинули давайте теперь поработаем с первой версией смотрите здесь есть материал его к сожалению настроить нельзя это материал который уже с фабрис форматом вышел до нас как сохранять фабрис формат за довольно просто самое главное поместить все что не нужно в отдельную коллекцию скрыть эту коллекцию потому что просто так убрав глазик у вас ничего не выйдет в с то вы вот так вот закидывайте в коллекцию все левые предметы выключаете галочку остается только тот объект который вам нужен и в блендере файл экспорт fbx все что есть оставляйте потому что больше ничего собственно говоря и нет название даете экспортировать fbx конец как мы видим вот у нас переместились два наших материала и меш кстати он триангулировал его самостоятельно при переносе fbx теперь чтобы нам настроить материалы их надо вынести в отдельный prefab мы его выносим с материала отдельно и выносим отсюда все там было окно он поспрашивал куда я хочу поместить это дело переворачиваем вот видно где у меня грань там не показано стекло чуть-чуть там не теперь грань просвечивается насквозь надо было там грань сделать но она теперь у нас есть материал вот этот материал просто у нас был это основы и материал который 01 это стекла сейчас версия 1 это где я запекала с помощью шейдера стекло 2 будет с помощью обычного шейдера и так берем ставим стекло в основной цвет как мы видим покрасилась наша основа берем второй материал и затягиваем стекло видим черное теперь надо в настройках здесь в блендере в изменять в unity поменять тип на стекло сейчас конечно будет плохо видно я чуть-чуть его постараюсь сделать другого сейчас вот так наболтаю металлика и поставлю для интереса какой-нибудь какую-нибудь текстуру давайте побелее чем белее текстура тем больше будет видно металл мы берем этот объект вот у нас 01 металл и в чтобы увидеть что у нас наше окно действительно есть в материале вот сюда в металлик возьмем вот это белое вот мы видим что у нас есть какой-то металл но тут надо выбрать такой вот более серого цвета оттенка тогда стекло будет более приятного такого то есть чем белее тем больше видно металл металлический отблеск мы видим что окно чуть-чуть даже сам или на и такое благодаря текстуры которые мы еще накинули это что касается шейтера давайте тоже сделаем окно с нашими материалами тоже а в общем вот так можно сделать стекло из блендера в unity на самом деле ничего сложного но для того чтобы достичь максимального эффекта необходимо немножко потрудиться включить голову и поэкспериментировать и иногда на это уходит довольно много количество времени все всем желаю успехов друзья до новых встреч